Жизнь в историях Иоанна Хмелевская Просёлочные дороги Читает Марина Лисовец От Тересы, моей канадской тётки, пришло письмо. Не бог весть, какое событие, писем от неё приходило немало, но в этом уточнялось время приезда в Польшу на лето. Уже давно тёткины письма были преисполнены тоской, поволнующимся под лёгким ветерком, бескрайним нивом и жаворонком, чирикающим в голубой выси. Ну и, наконец, тётка решилась. Самолёт, доставляющий группу канадских поляков и нашу Тересу, прибывал в аэропорт О'Кенче 14 июня в полвосьмого утра. Наше семейство охватило тихая паника. Заграничную родственницу хотелось принять как можно лучше, а кто знает, какие прихоти могут прийти в голову особе, развращённой воздействием загнивающего капитализма. Сложности возникали буквально на каждом шагу. «Езус Мария, святой Юзеф», — вздыхала моя мама, старшая сестра Тересы. «Чем мы её станем кормить?» «Когда она приезжала последний раз, то ела только одну нежирную ветчину». «Где я ей возьму нежирную ветчину?» «А жирная найдётся?» Ехидно поинтересовалась моя вторая тётя, Люцина, родная сестра мамули и Тересы. «И если найдётся жирная, то ведь жир можно и отрезать». «Моя третья тётя, Ядя, сестра отца, женщина нрава тихого, с ангельским характером», высказала робкое предположение. «Может, Тересу удастся прокормить обезжиренным творогом? И его ведь купить легко». Мой отец по простоте душевной предложил кормить тётю Тересу телятиной и тем самым смертельно оскорбил мамулю, которая такое предложение не могла расценить, иначе как издевательство. К дискуссии подключились дальние родственники, каждый со своими предложениями, но ничего путного никто из них так и не посоветовал. Лично я участия в дискуссии не принимала, не до того было. Мне предстояло решить проблему, значительно более важную, встретить тётю Тересу на своей машине, а поскольку пребывала она в несусветную рань, необходимо было прибыть к этому времени в аэропорт, и желательно совсем проснувшись. Правда, был в моей жизни период, когда приходилось рано вставать. Тогда по всей Польше архитектурно-проектные мастерские обязаны были начинать работу в 6 утра. К счастью, период этот продолжался недолго, до тех пор, пока один из столпов нашей профессии на одном из очень важных совещаний в Верхах, в присутствии очень высоких должностных лиц, не заявил, что 6 утра — время на редкость неудачное, доить коров уже поздно, доить архитекторов ещё рано. Заявление было принято к сведению. Начало работы мастерских перенесли на более позднее время. Однако с той поры прошло 5 лет, а за эти годы я как-то привыкла встречать рассветы, так сказать, с другой стороны. За оставшееся до приезда тётки время пришлось потренироваться. В результате тренировок я кое-как приучила себя к раннему вставанию. И в урочный день, 14 июня, в 7.15 уже была готова выйти из дому. Телефонный звонок заставил меня вернуться от входной двери. Звонил отец. Он узнал, что самолёт канадских авиалиний прибывает сегодня не в полвосьмого, а в 10.15. В аэропорт я прибыла в 10.20. Ехала спокойно, никакие предчувствия не омрачали мою душу. Машину припарковала с задней стороны большой стоянки и отправилась в здание аэровокзала, где по очереди отыскала отца, тётю Ядю и Люцину. Мамы не было. «Твоя мать сидит в туалете у меня в квартире», удовлетворила моё любопытство Люцина. «У неё на нервной почве расстройство желудка. Я велела ей там и оставаться. Лучше уж нужник в моей квартире, чем здесь, в аэропорту. Ты знаешь, во сколько она заявилась ко мне?» «Зная собственную родительницу, я предполагала, на что она способна, и поэтому с лёгким беспокойством произнесла. Рано, наверное. А что?» «Ну вот скажи, сколько, по-твоему, нужно времени, чтобы добраться от меня до аэропорта?» Люцина жила на территории аэропорта, там, где заканчивалось взлётное поле и постройки, у автобусной остановки. Вряд ли можно жить ближе к аэропорту. И всё-таки я немного подумала, прежде чем ответить, опять же не желая компрометировать собственную мать. «Не знаю, сколько времени идёт автобус». «Три минуты», — холодно информировала Люцина. «Тогда в общей сложности хватит десяти минут», — пришлось честно признать. «Вот именно. Десять минут. А твоя мать заявилась в пол шестого, разбудила меня и потребовала немедленно отправляться в аэропорт, иначе опоздаем. Только мне ты обязана тем, что отец позвонил тебе после того, как мы узнали об опоздании самолёта. Иначе как дура торчала бы в аэропорту с восьми утра». Канадский самолёт приземлился около одиннадцати часов. В большом зале аэропорта при известии об этом воцарилось сущее столпотворение, как обычно с прибытием канадских или американских поляков. Встречающие устремились на балкон, с которого открывался прекрасный вид на прибывших заокеанских родственников и их багаж перед таможенным досмотром. Я тоже устремилась, и мне даже удалось протолкаться к самому барьеру. «Вижу Тересу!» — громким криком известила я своих. «В красной кепке у самого выхода! Похоже, первая пройдёт таможню! Люцина, быстро вниз!» С трудом пробившись сквозь толпу на балкон, я тоже бросилась вниз, к двери, через которую по одному выпускали пассажиров, прошедших таможенный досмотр. Мои родичи были уже тут. Оказывается, отец тоже углядел Тересу в каком-то красном горошке на голове и сказал об этом своей сестре. Но тётя Ядя не поверила, обвинив его в склеротичности. А выходит, он прав. Так у кого из них склероз? В ожидании Тересы мы обсуждали её странный головной убор. Люцина предположила, что безобразную красную шляпу Тереса надела исключительно из уважения к нашему государственному строю. Знаете ведь, какая там у них может быть пропаганда? Вот бедная женщина и решила не дразнить гусей, сделать из себя посмешище. Тем временем ожидающие подтянулись к двери таможни и так напирали на неё, что пришлось выйти вежливому таможенному чиновнику, который попытался мягко пристыдить напирающих. Толпа перестала напирать на дверь и перестроилась в широкий полукруг. Упомянутая дверь, как известно, открывается только изнутри. Каждый раз, как кто-нибудь из прилетевших выходил, ожидающими делались попытки заглянуть внутрь, и они придерживали дверь в открытом положении. Предлогом обычно служило желание помочь выходящему вытащить его чемоданы. Только одна костлявая деревенская баба не прибегала ни к какому камуфляжу. Заливаясь слезами и беспрестанно шмыгая носом, она мёртвой хваткой вцепилась в дверь и держала её в открытом положении, что по каким-то соображениям было нежелательно таможенным властям. Вежливый таможенник опять вышел и вежливо попросил бабу освободить дверь. Та отпустила на минуту несчастную дверь, дождалась, пока таможенник скрылся, и сразу приклеилась к двери после первого же выходящего. Полукруг ожидающих не выдержал и тоже приблизился к двери. Снова вышел таможенник и снова принялся уговаривать бабу. Симулируя глухоту и общую недоразвитость, та не покидала своей позиции. Встречающие не выдержали и подступили к ним вплотную. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы из дверей вдруг не вылетела совершенно необъятных размеров сумка-чемодан, направленная мощным пинком по скользкому полу, и разделила полукруг напиравших на две части. За ней последовали ещё две, внеся смятение в ряды ожидающих. Баба ловко пропустила чемоданы и опять припала к двери. Стало ясно, что живой её не оторвать. Напряжение росло, таможенник оставил бабу в покое и только стоял рядом, следя за порядком. Выражение лица его уже не было вежливым. «Лопнуть мне на этом месте, если он её сейчас не придушит», заметила Люцина, с интересом наблюдая за происходящим. Мы заняли очень удобное место у столба колонны, откуда всё было прекрасно видно. Я разделяла мнение тётки с той только разницей, что произойдёт это не сейчас, а минут через пять. Так мне казалось. Продолжение следует... Продолжение следует...